Канобу.ру представляет Неужели кто-то не играл в первую часть метро? Как такое могло произойти? Атмосферный шутер, основанный на истории людей, переживших конец света в туннелях метрополитена. Главный герой по-прежнему Артём, который теперь стал мудрее и опытнее. Ну а метро по-прежнему раздирает вражда между станциями-государствами. Причём воюют люди не только друг с другом, но и с монстрами, которые там завелись. Повторяю, второй пост. Проверьте свою сторону тоннеля. Сигнализация сработала. Вы начали. Сюжет игры не основан на сюжете книг вселенной Метро 2033. Мы придумали его сами. Оригинал всё-таки был очень нишевым продуктом, а сиквел мы хотели сделать более доступным. Думаем, в этот раз игрой заинтересуется гораздо больше народу. Слава! 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 В продолжении мы постарались оставить в неприкосновенности то, что украшало игру, и исправить все недочёты. Как видите, механика стрельбы, интеллект людей и монстров заметно улучшились. Появилось больше возможностей взаимодействия с окружающим миром. Сделан упор на физику. В игре будет частичная разрушаемость. Не такая, чтобы снести стену в произвольном месте, а такая, чтобы сделать дыру в стене там, где можно через неё стрелять. Или сжечь груду мусора, которая преграждает путь. Всё это будет лить воду на мельницу геймплея. Мы не задавались целью в точности воспроизвести Москву. Достопримечательности, конечно, будут. Но к чёрту топографическую точность. Было бы играть интересно. Игра целиком завязана на сюжете. По этой причине она линейна, но мы стараемся сделать её такой, чтобы вы этого даже не заметили. Если вам понравилось Metro 2033, не сомневаясь, от этой игры вы будете в восторге. МОЛИТАЦИЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok